После какого-то времени, в изучении вопроса езды с радиатором по магазинам тракторов, было принято решение купить трактор от МТЗ. Четырехрядный латунный железный бачки. Вот, встал в штатное место, впереди стоит радиатор двухсекционный, на гидравлику, на коробку. Этот радиатор сверху крепится к нему, вот такими вот железочками. Размер у него практически такой, как у оригинального. Немножко пришлось снизу подработать диффузор, вырезать отверстие под патрубок. Отличается он тем, что патрубки у него на 38 мм, а родные на 56 мм. Пришлось изготовить переходники, вот мы их видим здесь. Вот, и все, в штатные места подключаются. Это родной диффузор. Немножечко он с щелями стоит вот здесь, но это не критично абсолютно. Радиатор толстый, широкий. Сбоку крепится еще вот такими вот железками. Все самодельное. На установку радиатора ушло часа два примерно. Я думаю, этот радиатор встанет и на GCB, и на кейс, скорее всего. Живительный бачок штатный стал здесь, крепится хомутиками. Конечно, колхозно все это, но когда уйти сезон, надо работать. Вариантов нет. Вот у них узор. Вот так он выглядит. Все, переходничок. Крышка родная с радиатором, которая шла от трактора. Китайская я не стал ставить, стала родную. Вот она. Она, по-моему, на 0,9. Да, 0,9. Родная на 1,1. Родной радиатор T-RX860. Очень похож на GCB, за исключением того, что здесь есть длинная горловина. Крышечка. Внутри весь сгнил просто вообще. Как бушлак. Вообще, кошмар какой-то. Трактор 2007 года. 14 тысяч муто-часов. В общем-то так. Остановление не подлежит. Вот она, порт номер оригинальный. Фирма Dens. В общем, сказали мне, турецкий будет стоить 900 долларов. Доставка 2 недели. Оригинальный около 1000 евро стоит. Доставка еще больше. Поэтому, в общем, пришлось немножко колхозить. Здесь вот видно с этой стороны. Капот закрывается. Все отлично. Все хорошо. Переходник еще вот он. Второй стоит. В общем, по поводу диаметра переходников можно особо не париться. Потому что в помпе, вот она помпа, в ней, внутри отверстия вообще маленькие совсем. То есть, те потопки, которые стоят на МТЗ, размером они еще больше, чем отверстие в помпе, через которую она прокачивает охлаждающую жидкость. Они находятся вот здесь, там. Вот эта вот печка. Основные каналы находятся глубже немножко вот там, в этот корпус. Поэтому, в общем, если у вас такая проблема, или вы не хотите тратить деньги, вот ставьте смело, не парьтесь. Дизельный двигатель не сильно греется. Ну, в сильную жару, может быть, на перегонах будет это как-то проявляться. Ну, температурные датчики есть. В общем-то, думаю, ничего страшного не случится. А когда трактор работает, особенно с задней лопатой, он охлаждается, стоит. Все просто отлично. Ну, и передом, в принципе, если вы не будете там сгрызаться в грунт, в сильной жаре, все будет хорошо. Вот так вот он стоит здесь. Привет, Казахстан!